Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает пост лидера консерватора. В партии готовится к выборам нового главы. По данным соцопросов, самые высокие шансы у бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Кто сможет навязать ему борьбу, знает наш собственный корреспондент в Лондоне Александр Хабаров. Прошло две недели с того момента, как Тереза Мэй вышла на это крыльцо, чтобы заявить о своей отставке. Вот сегодня она покидает пост председателя консервативной партии. Теперь правящие консерваторы должны выбрать себе нового лидера, который и станет премьер-министром страны. На вакантное место сейчас 11 претендентов. Самый эффектный из них Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел. По недавним опросам он может собрать свыше 40% голосов. На пятки Джонсона наступают два действующих министра и бывший глава департамента, отвечающего за Брексит. 45-летний Доминик Рабб, он на втором месте. За ним идет министр охраны окружающей среды Майкл Гол. Три года назад он сильно насолил Джонсону, когда тот впервые заявил о своих премьерских амбициях. Гол был тогда руководителем его избирательного штаба. Но в решающий момент не просто отошел в сторону, но еще и выдвинул на главный пост себя самого. Замыкает четверку соперников Джереми Хант. Сейчас он руководит британским МИДом. На днях он имел возможность лично познакомиться с американским президентом Дональдом Трампом. И уже использовал это видео для своей рекламы. У меня есть план, как осуществить Брексит. Как министр иностранных дел я уверен, что мы сумеем достичь соглашения. Мы найдем правильный подход к переговорам и заключим сделку до конца октября. Впрочем, как показывает опыт предыдущих внутри партийных выборов, далеко не всегда побеждают те, кто сперва держится в начале списка. К тому же раньше никогда не было такого богатого выбора. Максимум пять кандидатов. Голосование будет проходить в несколько этапов. С 13 по 20 июня депутаты-консерваторы должны определить двух финалистов, после чего их судьбу будут решать все члены партии. Ожидается, что имя победителя объявят только в 20 числах июля. Так что до этого срока Тереза Мэй будет продолжать работать в должности премьер-министра. В этом качестве, по всей видимости, она уже в последний раз встретилась с европейскими коллегами на торжествах в Нормандии. Ее по-своему утешил президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что лидеры приходят и уходят, но остаются их достижения. Чего добилась Тереза Мэй, кроме своей отставки, пока открытый вопрос. Александр Хабаров, Илья Мордюков, Вести, Лондон. Субтитры создавал DimaTorzok